Алиса Тулынина Почему земной шар 19? Непонятно, на дворе только еще 18-й год Титул дается на госперед, чтобы женщина, королева титулованная, чувствовала себя королевой будущего года Целый год Мы общаемся с организаторами, целый год я провожу какие-то мероприятия совместные Также я поеду в Америку, в Калифорнию на Миссис Юсэй в качестве жюри Ужить титулованное, да Никаких шансов, значит, даже никаких поблажек, чтобы за этот год что-то произошло с внешностью этой красавицы Да-да-да, все верно В тонусе держит это сдвание Покажите корону Покажите, дайте поливоваться Вот так она блестит Очень красивая, тяжелая, правда Как она держится на голове, кстати говоря Вот я всегда переживаю за красавицу Но на самом деле их нужно крепить, чтобы они не рухнули С ней еще ходить какое-то время Вопрос, который интересует, наверное, всех наших телезрителей Навсегда отдали? Да Навсегда подарили? Это не выпил переходящий? Это моя личная корона, нет То есть ни с кем делиться в 2020 году не придется Нет, это моя личная корона на все годы Я предлагаю опять окунуться в атмосферу этого праздника В китайском городе Шэньчжэнь проходило это мероприятие Давайте посмотрим, как это было Алис, почему Татарстан? Почему на ленте написана одна из лент здесь? Да, правильно я понимаю Почему Татарстан? Почему не Россия? Потому что от России была другая участница Непосредственно был конкурс И на самом деле у нас был и миссис Урал То есть регионы могли принимать участие Предполагается, что из одной страны Если это разные регионы, провинции, штаты Они могут заявить несколько участниц Да, все верно То есть с Инди несколько человек было То есть это возможно Сколько всего было участниц в этом году? 65 Это очень много для конкурса на самом деле Серьезно, это много? Это считается много для мирового конкурса? Да Из каких примерно стран? Какие-нибудь вот заявились особенным количеством красавиц? Не считай России Да, в России очень много красивых девушек было из России Была Африка, Америка, Австралия, Канада, Индия, Китай Очень много стран На мировой арене сегодня Какие тренды в этой индустрии красоты? По-прежнему голубоглазые блондинки Всеми везде всегда принимаются на ура Или вот есть возможность заметить, приметить Какой сейчас типаж красоты особо ценится? Я думаю, что это темноволосые все-таки Все-таки темноволосые? Яркая внешность Ну сейчас мисс Вселенная у нас тоже темненькая девушка стала Темноволосая На самом деле самое главное, чтобы она была гармоничная Как внешне, так и внутренне Это самое главное правило, я думаю, на всех конкурсах красоты Кто-нибудь из участниц вот удивил? Учитывая, это миссис Это женщины все, женщины молодые, все замужние, с детками Кто-нибудь удивил чем-нибудь эдаким? На самом деле я настолько восхищена конкурсом И очень благодарна вообще тому, что это со мной случилось Я очень много познакомилась со множеством уникальных женщин с разных стран Я очень подружилась с миссис Пунджабан, это Индия Она очень необычная, веселая и энергичная Мы с ней в автобусе все время вместе ездили и сдружились А кстати говоря, вот уровень экономики страны, что ли, благополучия страны Все-таки Индия не самая богатая, не самая благополучная в этом смысле Как-то сказывается на внутреннем мироощущении девушек? Видно, что если она из состоятельной, богатой, сложившейся страны с хорошим достатком То она ведет себя соответственно и наоборот Вот на конкурсе такого не было Я сама этому удивилась Нет, потому что были очень самодостаточные женщины, как финансово И порой это вообще не видно То есть все были на уровне Все приехали получать истинное наслаждение от общения Чему я очень-очень удивилась на самом деле и обрадовалась Приходилось ли вам когда-нибудь в своей жизни, в угоду моде, принципиально менять свою внешность? Нет Например, стать... Нет, никогда? Я сразу отвечу нет Нет, нет Меня мама воспитала так, что каждая уникальна и я уникальна И никогда не срекла мне волосы, поэтому по сей день я всегда со своими родными волосами никогда не красилась Это чем у вас отвечает? Да, это моя мама Одна из первых, кому я позвонила, муж и мама Мама, конечно, расплакалась Такая тихая пауза была Это для нее огромная победа, потому что она, конечно, мечтала И она всегда в меня верила Мама в меня очень много вложила Это очень важно, чтобы родители в это верили и в это поддерживали Потому что я представляю себе, что думают большинство родителей, когда дочка заявляет Я хочу выйти на подиум, я хочу быть манекенщицей Ведь любая здравомышущая мама скажет Давай лучше, иди-ка ты в институт, дочка, чтобы у тебя была профессия Вот это очень важно, чтобы родители в этом поддерживали Очень Самое главное, чтобы родители всегда были за ребенка Я стараюсь воспитывать своих детей так В прямом эфире, конечно, это говорить Насколько корректно, я всегда буду за детей Но они всегда должны быть правы в этой точке зрения Даже самый безумный Да, я поддержу Пусть это будет безумно, но, естественно, чтобы неплохо для людей, так скажем, было Я всегда их поддержу Я считаю, что очень важно от родителей, это от родителей в первую очередь Я до начала эфира просила обязательно принести какую-нибудь детскую фотографию Угадайте с трех раз, кто здесь кто Вот это маленькая Алиса с левой стороны, посередине это папа Да Как важно, Алиса, как важно для женщины Вообще, когда, в какой момент и от чего женщина, молодая женщина, девушка Начинает понимать, осознавать в полной мере, что она хороша собой, красива Это внутреннее ощущение, когда ты смотришь на своих подружек, например И отмечаешь для себя, да, ничего, так по сравнению Или это должен внушать кто-то, кто рядом, мужского пола Это должен быть папа, брат, мужское окружение Так скажем, это не внушение, это та поддержка изнутри Когда именно семья и мужчины в семье, конечно же, говорят Девочки, какая ты красивая Я так благодарна своему мужу, когда он моей дочери об этом говорит Потому что это очень важно Старший брат, здесь фотография, вот, Арарат Он как второй папа у нее, потому что он мне очень помогает Ему 14 лет, он мне очень помогает Это ваш старший сын и девочка Ева Да, и девочка Ева Это очень важно, когда поддерживают мужчине в семье А вы замечаете у девочки, вот что в этот момент происходит Крылышки за спиной вырастают Как-то иначе она себя ведет Она чувствует себя принцессой Она чувствует поддержку мужскую Она чувствует, что ей не нужно тяжести поднимать Она знает, что ей помогут И это с детства Это расслабляет или наоборот это какой-то стимул соответствовать? Раз тебя так возносят, превозносят, ты же должна не уронить Это женщина, это женская энергия, когда тебе помогают мужчины Я считаю, что женщина должна быть в какой-то степени слабой И в этом ее сила В этом ее сила, да Если вдруг Ева когда-нибудь заявит вам, что она тоже хочет пойти по маминам стопам, что скажете? Я думаю, что это прекрасно, но специально я ее водить куда-то не планировала на самом деле А она сама тянется? Ей интересно? Ей интересно, любопытно, но она получает множество корон от меня Кстати, я еще привезла помимо этой короны еще две, и одна из них для Ева Я думаю, что ей этого достаточно Но если она заявит, безусловно, я ее подержу Почему бы и нет? Вы когда-нибудь в жизни выглядели, Алис, неважно? Настолько неважно, как по закону подлости обычно, когда ты выглядишь неважно Ненакрашенная, непричесанная вышла буквально минутку на улицу Все знакомые непременно встретятся, естественно, в этот момент Были такие ситуации у вас, когда вас, например, не узнали бы и прошли мимо? Вы знаете, я совершенно не смущаюсь быть ненакрашенной Потому что и в своих соцсетях я часто выкладываю фотографии, и сторис, и видео без макияжа Я хочу показать многим женщинам, все мы можем быть разные Но с грязной головой ходить нельзя Никогда, не важно, дома вы, тем более дома Рядом со своими мужчинами, рядом со своими детьми Вы всегда должны выглядеть прекрасно Тем не менее, ограничения все-таки есть Я к чему это говорю? Потому что я, когда готовилась к программе, фотографии, когда скачивала за вашего инстаграма У меня же была одна фотография такая, комичная, смешная Она даже сюда не закачалась Это о чем говорит? Это говорит о том, что... Я что-то там сделала, чтобы она не вышла Видимо, да На самом деле, а что сделала королева красоты со своими фотографиями неудачными? Вы их все... Они у вас вообще имеются в наличии? Или нет? Или все, что неудачное, тут же выбрасывается, уничтожается? Я очень спокойная критикой самой себе Я часто пересматриваю свои эфиры, свои сторис Как я говорю, как я общаюсь, как я выгляжу Но я себя сейчас не критикую Раньше это было Но сейчас я научилась, посмотрела, как не нужно делать И сделала выводы, все Теперь забавно смотреть на себя какую-нибудь спящую На фотографии Мне нравятся часто такие фотографии, не супер постановочные Мне нравятся такие фотографии И с жизни Да, и поэтому я их тоже выкладываю До начала программы мы в нашей группе ВКонтакте Группа называется Татарстан24 По традиции задавали вопрос нашим подписчикам Мы спрашивали их А вот вы Сколько вкладываете денег в свою внешность? Спрашивали мы Были варианты ответа Минимум Буквально вот стрижка и косметика Абсолютное большинство 84% ответили так Минимально тратятся на поддержание своей внешней красоты 5-10 тысяч рублей в месяц Вот буквально на процедуру в салоне красоты 11% ответили так, почти 12% Ну и примерно 5% выбрали ответ 20-50 тысяч рублей для себя Любимого или любимой Ничего не жалко Как прокомментируете? Вот это вот свойственно нам, россиянам Вот так относиться к своей внешности В какой-то момент она дается легко Достаточно действительно стрижки и косметики Но нужно, во-первых, подумать Это только женщины отвечали или мужчины тоже? Нет, это и женщины и мужчины И в основном молодая аудитория Та, которая с интернетом дружна Но если я думаю, что была бы другая статистика Например, были женщины ближе к 30 годам Я думаю, что процент был бы другой Потому что женщины уже ближе к 30 годам Больше ухаживают за собой Не жалеют денег для себя Они уже меняются просто В принципе Но я считаю, что если говорить о России, о Татарстане О том, какой процент Я думаю, что это нужно воспитывать Я всегда говорю Я же преподаю И когда задаю вопрос Вам же не жалко самое вкусное мясо купить своему мужчине? Домой Какое сравнение интересно гастрономическое Они говорят, что не жалко А почему вы жалеете на тон Дорогой, хороший, которым вы будете долго пользоваться? Они сразу меняются Они сами себе задают вопрос А почему? А потому что не воспитали, не узнали Нигде-то не услышали Но сейчас на самом деле Женщина все больше и больше ухаживает за собой А вот мне, кстати говоря, режиссер наш подсказывает Вот мы выкладку посмотрели Это голосовали женщины Это голосовали женщины старше 35 лет Те самые, о которых мы говорим Вот такая неожиданность Но слава богу, сейчас на самом деле Очень часто, когда приходят ко мне клиенты На макияж девочки Женщины записывают своих мам И мама, когда впервые себя видит после макияжа Перевоплощенную Они, конечно же, приходят еще раз Раньше этого не было Сейчас, слава богу, это есть и очень доступно Такой вопрос с подковырочкой А вот что чувствует красивая женщина, когда видит с собой рядом Другую, не менее красивую женщину? Я восхищаюсь женской красотой Я работаю с женщинами Я обожаю женскую красоту Ну, вот многие так рассуждают Вот на вашем опыте, на вашей практике Или нет? Или все-таки... Как я? Или все-таки одна красивая женщина Не может сделать другую красивее, чем сама? Я думаю, что красота Это уникальность каждой женщины Просто если она так ощущается Значит, что-то в ней не то Это ее психологически больше такой барьер Это ее момент, с которым ей нужно поработать Японские психологи Чтобы не быть голословными Они аж прям какое-то целое исследование провели научное И выяснили, что люди полные Это чтобы голословными быть Что люди полные, они добрые Хотя это расхожая истина Но они под нее какую-то научную базу подвели Худые, соответственно, по всей видимости, злые А вот как бы вы сказали, красивые, а никакие? Я думаю, что красивые — это самодостаточные люди Потом красота, она относительная Ну, действительно, относительно Даже конкурсы красоты часто Я просто сама в жюри нахожусь Самое главное — быть самодостаточной И когда красота, вот она обложка А когда начинается общение И совершенно два разных человека Это уже не так красиво Красиво, когда соответствует и обложка И когда человек начинает говорить И то, что он несет в мир Какой он Вот это и есть истинная красота Для меня Я над этим задумалась Потому что я неоднократно сижу Член жюри в конкурсе красоты Все-таки это очень важно Быть в гармонии Я предлагаю на минуточку еще раз отвлечься Посмотреть видео Насладиться этой самой красотой Вот это все участницы этого года, да? Правильно я понимаю? Да Это у нас была пижамная вечеринка Это у нас было мероприятие Посвященное в стиле мыльных пузырей Пижамная вечеринка? Нет, это два отдельных мероприятия Здесь скомпонованы На конкурсе были невероятные мероприятия Одна из них — пижамная вечеринка Люди все обменивались подарками Все участницы Даже видеооператоры были в пижамах Это было так весело Но это на самом деле очень сближает Это было здорово Если в женщине эти задатки королевы есть То она, я правильно понимаю, она ведь и в халате, и в пижаме будет хороша И там ее можно разглядеть Есть какие-нибудь, Алис, тем не менее, минусы статуса королевы красоты? Вот хоть раз что-то приходит вам на ум такое, чтобы вы хоть раз об этом пожалели? Например, какая-нибудь опасность со стороны поклонников агрессивных, неадекватных Хоть раз задумывались об этом? Ну как бы не есть хорошо Прежде чем получить корону, я же думала, на что я иду Нужна мне эта корона, для чего она нужна, как я ее буду нести Когда я участвовала 6 лет назад, тоже Миссис Россия Интернешнл победила в конкурсе Одно дело получить корону, другое дело ее нести Минусов, я уже готовила их к тому, что я ее получу и что я буду с этим делать Минусов я не нашла Вот только не плюс Да, я думаю, что быть примером, также параллельно развиваться, работать Не быть просто красивой женщиной, а еще развиваться и делать добро для других женщин Я считаю, что это очень важно Наличие короны мотивирует делать это еще активнее? Или это убаюкивает в каком-то смысле сознание? Думаешь, ну как бы главное признание-то оно есть? Зачем? Наоборот Такой еще вопрос у меня, Алиса Вот учитывая, что этот конкурс был Миссис, Миссис, земной шар Что добавляет ли вообще рождение ребенка женщине шарма, какой-то женственности? Они другие, те, которые Миссис, а не те, которые Мисс? Я была участницей как Мисс, так и Миссис И могу сказать, что Миссис более сложный конкурс Потому что ты уже состоявшаяся жена, ты мама, ты рожавшая женщина Когда у тебя трансформируется фигура 10 раз Да, я очень жестко в этом плане, конечно, за собой старалась следить И это посложнее, я могу сказать Чисто организационно посложнее остаться в форме? Все успевать Все успевать в форме Я думаю, что это все зависит от желания Можно получать истинное удовольствие от спорта и постоянно заниматься Это уже привычка А вот тем девушкам, кто мечтает Вот мечтает о короне, мечтает об этой ленте, об этой славе Что бы вы хотела сказать сегодня? Нужно понять, для чего она А ну так все красиво? Да Очень красиво Правда это красиво? Это невероятно волшебно Мечтать? Мечтать, идти к этой мечте и уже приблизиться и получить А потом разве нет ощущения такого Все прошло и ради чего? А дальше? А что теперь? Я вам искренне скажу, что я видела женщин, которые неосознанно понимали, почему им нужна корона Для того, чтобы доказать, что вот я поехала, я победила Это другое ощущение Не видно, что женщина просто хочет Есть зависть Если не она получила, значит Она же кому-то это доказывает? Она кому-то это доказывает Скорее всего, даже не себе, а кому-то Да, это вот Есть очень большая разница Я за такими женщинами наблюдала И корону нужно Просто ее нести Она, конечно, у каждой женщины есть Эта корона Но ее нужно нести достойно Минуточка буквально до конца эфира остается Вот неожиданный вопросик я приготовила буквально в режиме БЛИЦ Сможем быстренько ответить? Если хватит времени По возможности честно Вы стесняетесь фотографий, где вы выглядите не очень? И что с ними делаете? Нет, не стесняюсь И не выбрасываете? Нет Есть что-нибудь такое, что всегда вот прям хочется и хотелось съесть, а нельзя? Я все себе позволяю Все при все? Да Даже мороженое? Да, да, все Кто для вас эталон женской красоты? Эталон? Мне нравится Арнелла Мути, Моника Белучи Самый глупый комплимент, который приходилось в жизни слышать от мужчин? Самый глупый? От мужчин? Ну, на самом деле, мне очень часто раз говорят Алиса, на самом деле, такая простая в жизни Для меня простая, это как бы, ну, простушка На самом деле, простая, возможно, в общении Но я вот так воспринимаю Чего больше всего в мире в жизни боится самая красивая в мире миссис? Нужно работать со своими страхами Я не могу ответить на этот вопрос Были в вашей жизни женщины, которые вас бы восхищали, но не внешними данными? Да, конечно Свои силы духа, силы характера То, что делают для людей Насколько масштабно это дело Лет через 30 будете участвовать в конкурсе «Бабушка Вселенной»? А, кстати, есть такие конкурсы Будете? Все возможно Спасибо большое, Алиса Спасибо, что у нас сегодня время к нам прийти На интересную тему с нами поговорим Спасибо Мне очень приятно Это была программа «Актуальный разговор» Мы сегодня в гости пригласили миссис «Земной шар» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...